Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами про спекуляции на рынке акций, при том спекуляции краткосрочные и иногда даже рисковые. Почему рисковые, дальше вам объясню. На экране вы видите график дневной компании Steel Dynamics и как вы можете увидеть, если немного разбираетесь в трейдинге, так называемый ложный пробой относительно максимума по вот этому красному бару. Этот максимум был достигнут не так давно в этом году и был равен 113 долларов 12 центов. Вчерашний день сделал перехай, однако закрытие произошло даже ниже, чем открытие вчерашнего дня и мало того, получился ложный пробой одним баром. Ситуация крайне интересная и для шортистов, скажем так, тем более. Мы видим слом поджатия, который был все эти дни. Но почему я сказал рисковое? Потому что у этой компании буквально 25 января будут дивиденды, объявления про них. Следовательно, если вы надумаете сегодня шортить эту акцию, то не забывайте, что совсем скоро инструмент может дать резкое движение и не обязательно в вашу сторону. Поэтому крайне вам рекомендую поставить недалекие тейки, чтобы успеть выйти до 25 числа. Опять же, при условии, что сегодня вообще точка входа по этому инструменту будет. Поэтому дождитесь, как сегодня инструмент откроется и посмотрите, что получится. Можно ли заходить или нельзя. 100+, я бы поставил за максимум вчерашнего бара, примерно по цене 113,8, например. Ну а тейк профит не дальше, чем 94,70, а скорее всего даже ближе к 100 долларам, как сильная психологическая круглая цифра. Ну как бы то ни было, торгуйте по своей системе. Разные инструменты есть в компании Gerchik&Co. Их можно торговать, зарабатывать как на лонговых, так и на шартовых ситуациях. Но не забывайте ставить стоп-лосс, стейк профит и следовать своей торговой системе. До новых встреч и удачи вам. До свидания.